всем привет всем доброе утро значит вчера у нас случилась такая неприятная новость неприятная неожиданная опять значит у нас вчера бабушка поскоро уехала в больницу мы вчера сидели у отца вечером в гостях значит были и тут приехали домой уже собирались ложиться спать я вам значит монтировала видео сидела и позвонил дядя вова дедушка наш и сказал что маме плохо давит желудок там или непонятно что в общем все болит внутри и не знают что делать ну как бы здесь хоть знаешь хоть не знаешь мама не хотела экстренно уезжать вы ждала операции плановой 4 марта но вот так вот случилось это у меня уже не первый раз после того как ей назначили операцию не уже не первый раз когда она была дома что у нее колит живот желудок в районе вот где-то желудка здесь вот и и как врачи сказали что прикладывайте что-то холодное и якобы боль будет сниматься и все но в этот раз не тут-то было холодное не холодное и к вечеру стало плохо дали потом ее рвала значит тошнила все я быстренько собралась поехала туда к маме значит собрала леру дождалась пока приедет скорая а скорая приехала и значит посмотрели ее и увезли вчера мужа и вечером поздно звонили где-то наверное начале 11 вечера но леру я тоже забрала время это было уже где-то пол девятого вечера и и вчера прямо на ночь что увезли потом ее позвонили она сказала что она лежит под капельницы сегодня утром звоню обходы еще не было у нее врач ее еще только как вчера принял выходной день был какой-то дежурный сегодня в общем еще врач ее не смотрел который на обходе вот утром у нее сегодня два обезболивающих укола и капельница ну вот видимо ждали сегодня не знаю что будет решаться мы сказали операцию вроде делать нельзя с такими болями но я как бы не врач но мне кажется такой степени бред потому что зачем сейчас заглушать эту боль зачем ставить какие-то капельницы обезболивающие но это наверное но опять же стечение обстоятельства что выходной день мне кажется нужно оперировать нужно убирать этот вот желчный в котором камень ну как бы и сказали что если будет боль это значит камешек в общем камень не дает покоя и от этого и все но в принципе почему и операция вот в общем не знаю сейчас время у нас пол девятого утра эту миленку где дедушка у нас увез садик значит наташа у ушла тоже 8 утра по своим делам но в принципе зачем она и приехала что решать какие-то дела вы здесь в городе вот и там и с лерой сейчас вдвоем сидим попили маленечко чаю значит сейчас будем прибираться а вечером уже сходим к маме в больницу там уже наверно когда миленку садика там никак не смогу там же у меня массаж будет в общем я не знаю то ли днем сбегаем может быть если наташа успеет прийти кто где мягкой может быть бегаем днем еще в больницу потому что вечером у меня я забыла у меня вечером как раз работа днем может быть я выберу время и наверно сбегаем в общем посмотрим так что вот такие вот у нас опять неприятные новости никто не ждал не думал вчера так хорошо мы погуляли сходили на поминки значит все из утра кстати было то же самое когда вот у тети вали были похороны вот куда мы вчера ходили на поминки также это было считай 9 дней назад что мама также сходила на поминки и после ой на похороны после похорон у нее болело вот вроде нет я еще говорю мама может быть что что-то покушала потому что надо же диету соблюдать она города нет лапши горит похлебала супчик второе горит вообще дедушки говорит отдала мы вчера то же самое мы с ней ходили на 9 дней она лапшу похлебала потом чуть-чуть поела пюре и чуть-чуть буквально каши и даже вот этот вот середыш где было сливочное масло она даже его есть не стало вот это вот все масло с каши она все осталось ну в общем что-то спровоцировала врач тоже вчера по скорой которая приехала может быть вы не соблюдали диету как она не соблюдала она строго-настрого все ни жирного никакого ни острого ни сырых овощей ни фруктов ничего такого не ела ну в общем значит так должно было быть значит вот она на готове была она и сумку рано собрала потому что говорит что-то у меня такое предчувствие что я раньше поеду на операцию что-то у меня как-то внутри как-то все неспокойно и нет нет то колит то давит то жмет в общем такие дела сегодня сходим попроведуем опять она на том же этаже на котором лежала только в другой палате вот так что такие дела у нас поехала на почту значит все окна замерзли в ужас поехала на почту мне там какой-то мелкий пакет пришел я что-то заказывала уже если честно забыла вот и потом в больницу надо будет ехать побыстрее потому что дедушка у меня сидит с верой ему к половине первого в больницу самому потом он уходит ставит уколы рука то у него болит и на искру вот поэтому время 11 часов начало двенадцатого мне сейчас нужно быстро проехать на почту забрать какой-то там пакет на голова так сильно болит то ли вот перенервничала то ли чё не могу прям это аж вот глаза не открываются прям тяжелые какие-то и поеду в больницу маме надо увезти воды ушите нельзя до завтрашнего дня он снегири летают у нас кушать и до завтрашнего дня нельзя но может быть и больше нельзя ну сказали пока до завтрашнего дня не есть только можно пить а завтра она пойдет на узи будут смотреть что там у нее спровоцировала значит эту боль у нее до сих пор побаливает есть ставят капельницы обезболивающие уколы и завтра пойдет на узи и там после узи уже будут решать что делать вот скорее мне кажется вот лучше прооперировали и все и в чё вот мучить человека ну вот я думаю что сегодня просто понедельник еще все я только после выходных врачей не было только дежурные поэтому я думаю вот сегодня завтра и как бы решиться что делать будут я думаю явно домой не отпустят и это будут лечить будут я имею ввиду буду делать операцию в общем я с вами разговариваю а мысли у меня вообще другом месте подъехала к больнице пришла такая фигня мне этот заказывал я штатив такой коротенький дома так ставить до или с собой вот так невысокий он пришел берез верхней этой штучки который телефон держит то ли я так заказала вроде бы на на картинке на фотографии показано все полностью в комплекте то ли чё то ли я что-то не так поняла то ли мне забыли положить в общем машине лежит сейчас возьму со своего старого если подойдет что зацеплю если нет то будет валяться пока ту штучку где-нибудь не куплю найду пришла уже в больницу сейчас куплю бахилы воды маме буду подниматься капец приехал в больницу уже купила бахилы заставили одеть маску купила маску а меня не пустили сказали что карантин и пускают только ну к тяжелобольным а так не пускают передала лекарства воду и в принципе больше ничего нельзя и все и пошла обратно сняла обратно маску сняла обратно бахилы и поехала домой сейчас надо будет позвонить сестре она тоже хотела после как дела гриф делаю тоже в больницу пройду надо будет сказать чтоб не ходила потому что смысла нет не пустят даже в списке не внесли даже в списках нет так что все поехала домой зря съездил как зря не зря таблетки передала до воду передала на факту что не увиделись ничего приехала я уже домой значит вот такую вот такая штучка мне пришла вот такой штатив с гнущимися ножками а вот этой вот сверху нет видите да вот такой вот должна быть там вот такая вот штучка она у меня вот здесь вот этот как раз проем он у меня треснутый блин вот видите треснутый и он не держится но это у меня от другого штатива и так то вот удобно то что здесь вот эти все ножки гнутся как хочешь его так можно его выставлять но придется отдельно теперь заказывать вот эту штучку чтобы был полностью комплект а так то не туда и не сюда просто так теперь будет пока стоять вот вот от этого штатива у меня вот есть такое еще от него та штучка в общем сломанная ну вот теперь будут рядышком с друг дружкой стоять я еще заказала что-то я а я еще другой заказала но он у меня еще даже что такое викуся он у меня еще даже в общем не идет еще даже не отправлен несколько дней уже прошло его даже еще не отправили поэтому сейчас пойдем с лерусь и делать укол у нас осталось всего три укольчика лером всего три и вот через три денечка мы их уже закончим так вот у меня еще таблеток полно у меня сюда живут это первая пачка еще не кончилось еще две эти и еще вот это полное так что мне еще пить и пить и вот этот еще карбахит пью тоже что-то мы захотели с лерусьей свиных ребрышек с картошкой что-то я не предугадала порубила их так порезала они вот видите какие длинные сейчас наверное чуть-чуть разморозятся и улягутся нормально в кастрюлю не влезли сейчас начищу картошки сейчас уже наташа идет домой поезд голубцов дедушка был тоже попробовал я один съела сейчас наташа придет на он тоже поезд на обед уже но хотя уже у нас обед и сейчас приготовим в общем ребрышки и будем потом кушать с это с картошечкой сейчас потушим какая вода дочи нету газировки на газировки купить я ездила сейчас салатик наверное еще можно будет сделать что-то не подумала что-то приехала в больницу меня отправили обратный я что-то вообще это даже не подумала ни о чем села наталья идет она уже лера подходит к дому нож богиню прошла подходит поэтому он собака залаяла создал зайдет но точно наталья пришла да да мы уже поняли мы уже слышим так собираемся если русский делать уколчик у нас осталось всего три штучки да лера сегодня сделаем у нас будет всего на два дня уколов все быстренько мы их разделали быстренько поставим я у нас не боится молодец дали руси не боится уколов я раньше всегда уколов боялась в ее возрасте точно дочь а где еще аму нельзя лить а лера не боится ты куда лезешь лиза куда лезешь тебе тоже укол поставить тоже укол тебя поставить бесстрашно куда бесстрашная кошка кто-то спрашивал как у лера называются уколы укол называется церебролизин мы их периодически проставляем это хорошо для умственного развития для нервной системы в общем как раз то что не хватает этому ребенку тонус вот это вот это все от этого все пойдем вставай вставали руси пойдем укол делать что-то не дожди и 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 Приехали мы к Наташе домой Сейчас заберем матрасы Два, там у нее такие хорошие матрасы Два остались Увезем бабушки, наверное, потом Да, они же ей не нужны? Бабушке потом или дедушке отдадим Вот Чистят, чистят все Лед прямо под снегом Скользко Приехали в садик, а не спят еще Выспалась хоть? Выспалась? Не выспалась? А что у тебя нового бусиняка что ли? А? Что-то желтое Не ударялась? Что это вас сфотографировать Собираются Опять эти показывают Рамочки Да что-то какие-то неинтересные Да, Милен? Тебе какая-то нравится тут рамочка? Рамочка какая-нибудь нравится? Мне что-то вообще ни одна не нравится Просьба не производить оплату детский сад без квитанции В связи со сменой наименований и изменения банковских реквизитов За садик, значит, пока не платить, что ли? Давай, одевайся там Наташа ждет в машине На улице такое Ну, она смотрит, сидит На улице такое солнце Тает всю грязь Вы гуляли сегодня? А, да, шапочки? Шапки Эта, чья ледянка лежит тут У вас там горка есть на участке? Да Так надо было тебе из дома тоже свою ледянку взять Зачем? У нас есть ледянка А, есть? Давай, одевайся Лапа, солнце Обалденно Видишь Наташу? В машине А где машина у нас? Машина где у нас? А вон она, она по телефону сегодня целый день трындит Ой, а что кого-то не видишь? Я вижу, вон она по телефону сидит разговаривает Ты что, не видишь? Нам надо как-то сейчас залезть в машину Потому что у нас там этот еще Матрас Двигай его туда дальше, Милена Толка его Все, садись Мы уже дома Милена сидит, кушает Вкусный, доча, супчик? Ничего особенного такого я сегодня не сварила Сварила просто Свиные косточки с картошкой Что-то так захотелось У меня тут еще Голубцы И не захотела больше ничего варить Голубцы Наташа поела Дедушка пришел, поел А мы с Лерой Супчик похлебали И Миленка тоже сейчас пришла Кушает Милена, Вика там изнемогает Ты долго эту косточку еще будешь гладать? Она уже говорит Ну, Милена, ну, кушай поскорее Ну, отдай мне косточку Вот, Милена сейчас сядет делать уроки Так, ну, что у нас тут? Какие задания? Называются Из банана из своего доставай карандаш Или ручку Ручка Здесь Ксения ручкой писала Значит, можно, наверное, ручкой Так, ты помнишь это задание? Я вот этой ручкой буду Ну, смотри, как хочешь Ты помнишь это задание? Помню Что нужно делать? Смотрим Так, первая цифра Г Три Ищем Г Милена Где Г? Здесь Вот здесь, где Г Вот она А три где? Пальчик держи, где Г? Пальчик держи, где Г? А где три? И вниз спускайся до Г Ручку положи, Милена Вот Что? Вот Следующая У тебя сейчас какое? Мы сейчас что разгадывали? В5 Следующая после В5 Что идет? Почему это? Мы что, вот так вот разгадываем? В разноброс все? По порядку? Ну, короче, читай там В3 В3 Ищи букву В Одним пальчиком В Вторым 3 Нет, неправильно Читай, что у тебя получилось Мы все Версия А ты и я написала В какую сторону? В другую, конечно Неправильно написала Какое слово получилось? Версия Версия Следующее Давай слово будем отгадывать Да, следующее Под цифрой 3 Почему 3-то? Это под цифрой 3 Дальше что там? В А цифра? В1 В1 Давай ищем Так Вниз ведем к буковке В Что получаем? Пишем Ты видишь сейчас Вот этими буквами Ты их написала Такими большими Что тебе здесь приходится Сейчас писать мелкие Смотри в строчечку Не могла написать нормальные Вот такие буквы Как у Ксении? Куда ты их такими Ксения? Ксения в воскресенье придет Будет учиться Так Она же по воскресеньям ходит Иногда по субботам Да Так, дальше Что после у нас идет? После С Д и Три Д Три Ищем Д Три Вниз спускаемся Т Пишем О Было Д Три И Д Д Д Д Давай ищем Д Д Д Вниз опускаемся О О Так Дальше Дальше В В В В Три Ищем В Лена доделывает уроки Я наверное сегодня с вами буду прощаться Сегодня как-то знаете Не самое лучшее настроение И снимать как-то Ну Не очень охота Настроение какое-то знаете Такое Подавленное Как-то вот Все как-то все в кучу В кучу Постоянно Все вот Знаете Мне иногда такое ощущение Что Ни у кого вот нету Допустим Столько проблем Сколько у меня У меня вот все время Так У меня вот не бывает Какой-то одной проблемы Если допустим В мою дверь стучится Какая-то проблема То есть За ней стучится Сразу Много И Это все время Еще так получается Когда у меня Муж в командировке Когда вот Ну Когда я такая Более уязвимая Более остаюсь одна Какая-то более слабая И это всегда Вот так вот происходит Поэтому Сегодня Сколько могла Вам поснимала Что могла Поснимала Значит Сегодня снимать Больше мне нечего И настроения особого Скажу вам честно Нету Вот Поэтому Надеюсь Завтрашний день Будет лучше Веселее Принесет нам Более какие-то Не печальные Какие-то там Новости А какие-то Более радостные Более какие-то Уже разрешенные Поэтому будем ждать Завтрашнего дня Всем хорошего настроения Позитивного дня Увидимся с вами Завтра Не забывайте Подписываться на наш канал Ставить лайки Комментировать Поддерживать Своими комментариями Что вы и делаете Огромное вам спасибо Не забывайте Нажимать на колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Ну и конечно же Делиться нашим видео Со своими друзьями И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok